Здравствуйте, дорогие друзья, вы на канале Сливки Общества. Вер, у нас ни денег, ни квартиры. Мы такие молодые, надо пожить для себя. Зачем рожать? Но несмотря на эти страшные слова и изматывающий токсикоз, Вера твердо решила родить ребенка от любимого мужчины. Он будет точно такой же, только маленький и совсем мой. Такого ребенка я и родила. Сын был один в один похож на Юру. Актриса Вера Сотникова в 90-е считалась одной из первых красавиц нашего кинематографа. Мужчины роем велись возле нее. И это не просто слова, так и было на самом деле. Актер Андрей Соколов, известный продюсер Ренат Давлятьяров, немецкий миллионер Эрнст. Это далеко не весь список. В одном из интервью Сотникова назвала себя Казановой в юбке. Когда Вере было 28 лет, она приметила молодого и красивого артиста Александра Фадеева, который сейчас выступает под псевдонимом Данка. Он был младше звезды телевидения на 10 лет. Вера первой сделала шаг и передала ему записку со своим номером телефона. Мать Данка была категорически против его интрижки с уже тогда очень известной Сотниковой, что стало одной из причин их расставания, хотя по сей день Александр тепло отзывается о бывшей возлюбленной. Вера была моей первой настоящей любовью, с ней у меня был лучший секс, заявил Данка в программе «Звезды сошлись». В 2000-х Сотникова стала еще и телеведущей, зрители, в особенности зрительницы, писали ей письма, задавали вопросы про свою нелегкую женскую долю. А все потому, что сама Вера пережила в своей жизни не одну личную трагедию и лучше любого психолога могла посоветовать, подбодрить и утешить. Это сейчас Сотникова, обеспеченная, известная актриса, которая может себе позволить многое, в финансовом плане и в любовном, опыт у нее обширный. А в конце 70-х она была в числе многих нищих провинциалок, которые приехали покорять Москву своими талантами. В случае с Сотниковой, в буквальном смысле, она приехала учиться на актрису. Совсем молоденькая, она не имела никакого любовного опыта. Новый город, студенческая жизнь, посиделки с однокурсниками. Знакомых у Веры стало значительно больше, чем в родном Волгограде. На одном из студенческих сабантуев Вера и познакомилась с Юрием. Молодой человек был другом мужа ее подруги. Я была сражена на повал. Высокий красавец с серо-голубыми глазами, рисует, много знает об искусстве, эрудит, гений, талант. По словам Юры, он работал помощником реставратора Пушкинского музея. Юная Сотникова принимала слова Юрия за чистую монету, но и не дал ни разу усомниться в своих профессиональных качествах. Позднее окажется, что все слова о работе в музее вранье. Наши платонические отношения длились недолго. Придя в гости во второй раз, он просто остался у меня ночевать. Это была моя первая настоящая любовь, пылкая, сильная. В общежитие после девяти вечера никого не пускали, и Юра лез ко мне, рискуя жизнью по балконам на одиннадцатый этаж. Такая смелость кружила Вере голову. Она бесповоротно влюбилась и не могла уже представить себе жизни без Юры. Грани своей сексуальности Сотникова постигала именно с ним. Мы брали каталог живописи от Джотто до Сезанна, он открывал одну из страниц, закрывал рукой фамилию под картинкой, и я должна была угадать. «Эль Греко», «Сор Баран», «Мазаччо», «Рубенс», — восклицала я. И у нас были даже сексуальные наказания, если я не угадаю художника. Он был в этом плане изощренный молодой человек. И то, чего я тогда еще не пробовала, в наказание мы должны были сделать, обучал меня по полной программе. Вот такое просвещение. Вера ничего не видела и не слышала. Она была полностью поглощена своими сильными чувствами. А вот мама будущей актрисы с первого взгляда поняла, что крепкой семьи с Юрием у ее дочери не будет. Но тогда Сотникова не была готова слышать свою мать. 18-летняя Вера не только ничего не знала о интимной стороне вопроса, но и о банальном «откуда берутся дети?». Я пыталась узнать из разных источников, как уберечь себя от деторождения. Расспрашивала в основном девчонок, которые были такими же неопытными, как и я. Юра в этих женских делах совсем не разбирался. Одна подруга поделилась со мной, что оказывается есть такие дни, когда можно и когда нельзя. В общем, однажды я неправильно посчитала. Вера забеременела на первом курсе, а родила на втором. Учебу в актерском институте не бросала. Она уже понимала, что станет актрисой вопреки всем трудностям. Увы, как и большинство актрис в подобном положении, Сотникова уехала рожать домой, к маме. К тому моменту они уже поженились с Юрой, жили в коммуналке с его мамой. Бедствовали. Юрий был плохим отцом, вернее сказать, никаким. Молодой человек не испытывал никаких отцовских чувств к малышу, которого назвали Яном. Мальчишка жил наездами, то в Москве, то в Волгограде. Нам постоянно не хватало денег. Однажды Юра вдруг говорит, давай я тебя тоже устрою в музей дворником и буду работать за двоих. Так я узнала, что он не реставратор, а дворник. Высшего образования, как я потом выяснила, у него тоже не было. Помню, что он недолго проработал в музее, уволился. После развода Юрий на долгие годы пропал из жизни Веры и Яна, не испытывая никаких угрызений совести. С воспитанием сына он не помогал, финансово никак не участвовал. В официальном браке они пробыли всего один год. Молодые люди разошлись и больше в ЗАГС Сотникова ни с одним мужчиной не пошла, хотя некоторые ее очень уговаривали. Например, немецкий миллионер Эрнст. Для возлюбленной и ее маленького сына он приобрел квартиру в столице, чемоданами привозил брендовые вещи, которых было не найти на полках наших магазинов, и звал Веру с собой в Европу. А Сотниковой нравилась ее свободная жизнь. К тому времени к ней уже пришли деньги и слава. Сын был обеспечен, хотя по-прежнему редко видел маму. Она постоянно моталась по съемкам и гастролям. Когда актрисе было 33 года, она увела мужчину у самой Аллы Пугачевой. Тогда она имела огромное влияние в тусовке и, возможно, могла отрицательно повлиять на карьеру Сотниковой. Вера впервые его увидела живьем на одной из вечеринок для отечественного бомонда. За соседним столиком в компании Аллы Пугачевой и Александра Буйнова сидел Владимир Кузьмин. Я сразу заметила, что он все время на меня посматривает. Где-то в три часа ночи Алла Борисовна с Буйновым ушли, а Володя остался и тут же пригласил меня на танец. Помню, взял меня за талию и замер. Музыка играет, я пытаюсь танцевать, а он стоит как вкопанный и глаз от меня отвести не может. Я остановилась. Ну что, мы танцуем? Да-да, отвечает и оторопела на меня смотрит. Потом Володя взял гитару и выдал сумасшедший концерт. Позже он признался, что хотел таким образом мне понравиться. Уже под утро предложил. Поехали дальше праздновать. Вместе с компанией других знаменитостей Сотникова поехала в пятикомнатный люкс гостиницы «Ленинград». Под утро все разошлись по домам, а актриса осталась. Так начался их роман. Когда я узнала, что этот номер Кузьмину снимает Алла Борисовна, сразу сказала, «Вова, это ужасно. Поехали ко мне. У меня маленькая квартира, но своя. Оставаться в этом люксе для меня было невозможно». Спустя совсем непродолжительное время все их знакомые и коллеги знали об их отношениях, знали и ждали реакции Пугачевой, которая обладала крутым нравом и с обидчиками не церемонилась. Друзья подшучивали. «Ну, Сотникова, теперь с карьерой можешь попрощаться», намекали на месть со стороны Аллы Борисовны. Но мести, к счастью, не было. Как-то мы с Вовой были в доме кино, случайно встретили Пугачеву, она спокойно подошла, поздоровалась. Выпили по рюмке. Было видно, что она уже все про нас знает. Мне Вова никогда не рассказывал об их отношениях, я только знала, что у них был безумный роман. Это была красивая и сумасшедшая талантливая пара. Владимира и Веру называли самой красивой парой нашего шоу-бизнеса, а они были счастливы, все делали вместе. Вместе снимали клипы для песен Владимира, вместе купили несколько квартир, объединили их в одну и создали там огромную звукозаписывающую студию, вместе воспитывали детей от своих предыдущих браков. Когда у нас с Вовой начался роман, я вдруг почувствовала, что это надолго, до такой степени все совпадало. Мне безумно нравилось, что он талантливый, умный, скромный. Спустя семь лет постепенно, день за днем Вера стала замечать, что Владимир отодвинул ее на задний план, отдав почти все свое время и силы только музыке. Он оставлял ее одну в день рождения, она проводила с подружками не одно восьмое марта. Гордая, красивая и мудрая женщина не смогла жить на вторых ролях. Кузьмин и Сотникова расстались, у каждого началась своя жизнь. Ян, сын Веры Сотниковой, получил неожиданный подарок на свое 18-летие. На день рождения к нему пришел папа, которого он не видел много лет. По словам актрисы, встреча была очень трогательной. После нее они не расставались и долгие годы поддерживают связь. Вере, как женщине, не могло не быть обидно за то время, что она поднимала сына самостоятельно, без помощи Юрия. Но конфликтовать она не стала. Ян счастлив, значит счастлива и она. Сотникова так больше и не решилась на рождение ребенка. Ян получал экономическое образование в Великобритании и поварское во Франции. Сейчас живет в Подмосковье. Работает в кафе, печет до 50 коробок пицц за рабочую смену. У сына актрисы двое детей, но вот жениться на женщине своих детей не спешит и не собирается. В наше время брак похож на лохотрон, потому что мужчина не получает никаких прав, одни обязанности. Извините, я сейчас за всех мужчин говорю. Что в брачном листе написано у мужчины? Жена делает, что хочет и получает все, что хочет. Сотникова в семейную жизнь сына не лезет. Как обычно спрошу, что думаете? Как относитесь к такой любвеобильности Веры Сотниковой? Пишите свое мнение в комментариях ниже. И не забудьте подписаться. Впереди много интересного.